Ну привет, друзья! Сегодня, как и обещал, я сделаю небольшое видео, в котором покажу пистолет, который стреляет перцовыми шариками. Делать ревью, как некоторые говорят, я вот сделаю ревью. Ревью я делать не буду, потому что, чтобы сделать ревью, нужно, хотя бы, ну, я имею в виду, обзор, то хотя бы нужно его какое-то время использовать. А я просто покажу, как он есть, расскажу, расскажу свое мнение о нем, ну, кое с чем сравню. Этот пистолет фирмы Бёрна является нелетальным оружием. Он, я не знаю, как, к примеру, в России или на Украине, в Штатах он является легальным во всех 50 штатах. Никакой проверки твоего бэкграунда, то есть твоего прошлого или сдачи на разрешение не нужно. Легально, чтобы использовать на всех дорогах Соединенных Штатов. Он всегда готов, это я читаю с упаковки. 330 фит у него в секунду вылета его шарика, то есть приблизительно 100 с небольшим метром, ну, будем считать 100. 18-20, ну, он может сделать выстрел с одного баллончика СО, и 60 фитов, то есть приблизительно 20 метров у него эффективная зона поражения. Пистолет идёт в его кейсе. Пластиковый какой-то, непонятно, дутый кейс. Сам пистолет, всё посмотрим более подробно. Газовый баллончик, запасной СО. Вообще, в комплект входит два баллончика, но один сейчас стоит в пистолете. В комплект входят три вида шариков. Два кинетические, то есть это ударная кинетическая протекшн, и один вид экокинетическая. Вот эти экокинетические шарики, это учебные, учебно-развлекательные снаряды считаются для этих пистолетов. Они показывают место попадания, но потом всё это, все следы от него очень легко смываются водой, не оставляют никаких зарезнений на рубашке или ещё на чём-то. То есть, поигрался, рубашку постирал, и ничего не осталось. Ну, кроме синяков, естественно. От завода пистолет комплектуется двумя магазинами. Один из них стоит в самом пистолете, а второй прилагается дополнительный. То есть, его можно носить с собой полностью заряженным. Вид у пистолета очень смахивает на обычный, современный боевой пистолет. Имеет предохранитель. Предохранитель, естественно, рабочий и двухсторонний. Имеет крепление под фонарик или под лазер. С торца пистолета, где ствол, имеет венчивающуюся пробку. Она выкручивается либо шестигранником, который есть в комплекте, либо любым шестигранником, который у вас есть. На это место вкладывается газовый баллончик. Вот сюда вот. Убирается пробка подпружинно, вкладывается баллончик. И пистолет готов к стрельбе. У него есть такая особенность, описанная в руководстве его, что после того, как ты вложил баллончик, он будет не проколотый. То есть, не сорвана с него вот эта вот пломба до первого выстрела. Как только ты сделал первый выстрел с него, баллончик сразу же перед выстрелом прокололся. Сколько он может храниться потом в проколотом состоянии, об этом компания умалчивает. Сколько он может день, неделю, год лежать. Сверху пистолета имеются две мушки. Мушки довольно-таки хорошие, хорошо видны. И маленькая планочка вот здесь. Вот смотрите, эта планочка поднимается сейчас во время того, как я буду стрелять. Эта планка показывает, что пистолет заряжен. Если он не заряжен, то планки этой не будет. На нём так и написано, что вот этот индикатор поднимается в верхнюю позицию, когда заряжен. Вот так вот он выглядит приблизительно, если его положить и не вертеть в руках. Давайте попробуем его сравнить немножко по размерам, по весу. Ну, скажем, с моим рабочим Смит и Вессоном P9. Вот так он приблизительно, вот такое вот соотношение. Давайте попробуем взвесить. Смит и Вессон весит 0,72 кг. То есть, 720 грамм. Естественно, друзья, всё это без патронов. Совершенно пустой и в магазин не вложим. А этот пистолет весит 0,65, то есть, 650 грамм. Ну что, надо ещё заметить, конечно, что я оба пистолета взвешивал без патронов, без магазинов. Но если у этого пистолета шарики практически ничего не весят, он свободно держит, то заряженный магазин с 16 или 17 патронами у Смит и Вессона весит довольно-таки хорошо. Ну что, болтать можно долго, конечно. Давайте пойдём попробуем, как он стреляет. Так, ну давайте зарядим пару штучек. Не пробую. Ага, вот так он становится и маленьким бортиком. Чуть сбоку загоняется. Даже не сбоку, вот эта штука нажимается. Вот она. То есть, она остановится, а по всей видимости, когда он зайдёт в пистолет, она прижмётся и шарики получат свободный выход. Вот, видите, сразу поднялся у него вот этот индикатор. Сейфти стоит. Сейфти. Вон, предохранитель. Сейф. Пошли на улицу. Так, никаких понтов. Оденем на всякие звучечки, а то вот летит шарик в глаз нафиг. Кстати, друзья, многие люди, и я в том числе, очень часто делаю эту ошибку. Так, он разряженный, пустой. Пустой. На всякий случай на предохранитель. Потому что даже если его в пустом состоянии нажать на курок, то будет выстрел с газового баллончика. Когда стреляют, кто-то так стреляет, кто-то так, кто-то с вытянутой рукой, кто-то одной рукой. Без разницы. Если длительный нажим курка и выстрела нет, то очень многие вот так вот делают. Клюк, скажут, клюк пистолетом, естественно. Потом, когда он вот это сделал и сделал выстрел, пуля полетит куда-то в асфальт. Ну, что я скажу. Небольшую мягеньку он наставил. Вот она. В старой древесине у нас, в трухе. Конечно, это не пуля и даже не удар с рогатки. Но если учесть, что в пистолете будут заряжены перцовые шарики, то я думаю, что эффект будет достаточным. Ну, что я могу сказать в заключении, друзья. В общем-то, вещь довольно-таки неплохая. По мне, так она лучше, наверное, чем газовый баллончик. Единственное, что газовый баллончик перцовый, он занимает гораздо меньше места и намного легче. Его легче спрятать в кармане где-то. Для этого нужен какой-то объем. В карман его не всунешь, потому что он тяжелый. Значит, нужна кабру. Я смотрел на интернете. Да, есть кабры уже делают. Компании быстро реагируют на обновки. Есть кабры, где он вкладывается как внутренние кабры, так и наружные. Пистолет разрешен везде абсолютно. Он не является смертельным оружием. И поэтому ни один полицейский, в сущности, к нему не прицепится. Что я еще могу сказать? По мне, я не знаю, сказать мне, возьми, не носи, к примеру, обычный пистолет, а носи с собой вот такой газовый или перцовый. Так вот, фихти-фихти, скажем так. Я бы, наверное, немножко засомневался. Ну, хотя бы из тех соображений, что он все-таки не боевой. Я привык к нормальному оружию, потому что я работаю с оружием все время, и дома часто ношу, где-то, когда лазишь. Конечно, в комнате я его не ношу, безусловно. Есть еще одно такое маленькое «но». Понимаете, когда вы носите ненастоящий пистолет, у вас нет, знаете, в голове такого, что вот это настоящее оружие, я нечаянно нажму крупный, там на человека направил и застрелил человека, скажем так, не дай бог, конечно. У вас будет все время на подкормке, что это газовый, что это ненастоящий, перцовый. В любой момент вы его можете вытащить, там на кого-то направить, сказать «бах, я тебе сейчас бах сделаю» и так далее. То есть у вас нет вот этого вот ограничения насчет того, что вы в руках держите боевое оружие. Вы об этом знаете. Вы это психологически настраиваетесь. А ваш противник – нет. И вы не уверены в том, что есть у него оружие, нет у него оружия. Вы начинаете вытаскивать пистолет, грозить ему этим пистолетом, а ему это не нравится, он испугался. Это один из вариантов. Испугался и выстрелил. И выстрелил раньше, чем выстрелить и вы. Ну, спасибо бог, конечно. Второй вариант тоже точно такой же. Вы берете пистолет, направляете на человека. Там, ну, стоять, козел, я тебя сейчас шариком в лоб заряжу, и ты будешь долго чихать и кашлять. Он этого не знает. Его друг, который стоит в стороне где-то метров 20-30, тоже об этом не знает. Но он видит, как на его там друга или на кого-то из его близких нацелили пистолет. Что он в таком случае делает, догадайтесь, если он имеет свой пистолет за поясом. Поэтому когда-то я проходил своего рода курсы, давно уже. У нас был хороший инструктор, и он говорил, что никогда, ни при каких обстоятельствах, не вытаскивайте пистолет, если вы не уверены в том, что если ситуация не изменится, вы будете стрелять. То есть у вас безвыходное положение. На вас человек идет с топором, с ножом, с другим оружием. Вы знаете, что если он сейчас не отступит, вы выстрелите. Вы в этом уверены. А если вы в этом не уверены, пистолет вытаскивать не нужно. Потому что как только вы его вытащили, вы сами сразу автоматически стали мишенью. Поэтому об этом все время нужно помнить. И к пистолету, будь то такой, газовый, будь то боевой пистолет, без необходимости вообще не прикасаться. Не надо задирать рубашку, показывать, что он у вас есть. Делать вид, что вы достаете из-за пояса. Нет. То, что люди окружающие вас не знают, что у вас оружие, это ваш большой козырь. И не нужно его раскрывать преждевременно. Ну, в общем, я скажу, конечно, вещь довольно-таки хорошая. Она дает какую-то дополнительную защиту, дополнительную протекцию. Вы себя свободнее чувствуете. У вас даже как-то настроение, что ли, может быть, немножко улучшается, когда вы знаете, что в любой ситуации у вас есть хотя бы чем-то защититься. Один мой знакомый спросил, вот как Зайцев? Зайцев с него стрелять можно? Ну, я так посмотрел, ну, ты знаешь, у меня такая мысль никогда не возникала. Можно ли стрелять с Зайцев с пистолета? Я говорю, возьми, пойди попробуй. А потом, говорю, мне не расскажешь. Ну, итак, подведем заключение. Шарики разных видов тренировочные. Шарики обычные. Что это он? То же самое, той же фирмы. 50 штук кинетическая протекция. То есть, ударная. Ударил и человеку сильно больно. Здесь их целая пачка. А есть шарики? Вот эти. Это боевые шарики. Конечно, боевые, это я говорю так, абстрактно. Это экстрим. Экстрим шарики. Они внутри с перцовым спреем. Спрей очень мощный. Они используются только для, он написан на Cell Defense. То есть, только для защиты. Никаких тренировок, никаких игрушек. Можно использовать как в комнате, так и на улице. Подходит для всех 68-го калибра вот этих вот пистолетов. Вот так они выглядят. Половину шарика он оранжевого, половину шарика красного. Этими шариками уже просто так щёлкать не нужно. Говорят, что распыление, его очень сильное действие, молниеносное. Даже при ветреной погоде, достаточно попасть куда-то в руку, в ногу, в туловище, в грудь. Сразу появляется вокруг человека облако вот этого вот спрея перцового. Но дальше последствия, я думаю, вы догадываетесь и сами. Ну что, ребятки, на этом я буду закругляться потихоньку. Всего наилучшего, всего хорошего. Подписывайтесь. Будет, как я планирую, много интересных видео. Так что ставьте лайки, свои подписки. Я уже не говорю за суперсенс. Это как-то так в мои понятия не входит. Кстати, вот эти каналы, что я делаю на русском языке, YouTube мне не платит ни цента за них. Потому что санкции на Россию, потому что платежи YouTube не распространяются. И получается, что те сотни видео, что я гоню на русском языке, я это делаю чисто на энтузиазме. Не получая за них ничего. Ну да ладно плакаться. Вам всего наилучшего. Берегите себя. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!